Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Мастер своего дела» и я, ее ведущая, Юлия Пагасян. Сегодня мы находимся во втором хирургическом отделении Видновской районной клинической больницы. И мой герой – врач-хирург высшей категории Александр Пантелеймонов. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы пришли в эту сложную, но очень нужную профессию. Был ли это спонтанный выбор или мечта детства? Мечтой детства нет, этого не было. Просто однажды мы, проезжая мимо университета в Барнауле с родителями, когда был выбор, куда поступать, стоял вопрос. Мы проезжали мимо медицинского университета. Ну и почему-то спонтанно возникло желание подать туда документы, ну и в итоге поступил в медицинский университет. Я знаю, что некоторые люди, которые поступают в медицинский институт, университет, они прежде ходят туда, ознакомливаются, с чем придется учиться, с чем в дальнейшем придется работать. Боязнь той же крови – немаловажный аспект. У вас как проходил этот процесс? До того, пока я не зашел в этот университет, у меня не было вообще никаких контактов ни с больницей, ни с врачами, ни с чем близко даже. И первый же контакт – это было первое занятие уже в университете, то есть я не представлял, что это такое. Первое занятие было – это анатомия. Вот, естественно, там поставлено обучение таким образом, что приучает студента постепенно к этому всему, с каждым годом все интереснее, интереснее учиться. Когда вы шли туда, вы уже как-то определились с будущей профессией? Нет. На тот момент, на момент поступления, опять же, первый курс, второй курс, четкого понимания того, кем я буду именно в лечебном деле, не было никакого. Только после третьего курса поставил для себя такой вопрос – либо я буду хирургом, либо не буду врачом. Хирургия чем понравилась? Тем, что результат быстро, во-первых. То есть ты видишь в первые, вторые, третьи сутки после того, как начал лечить пациента, уже видишь какой-то результат. И пациент чаще всего из хирургии выписывается абсолютно здоровым человеком в плане хирургических заболеваний. И вот это, наверное, больше всего радует и удовлетворяет. Сейчас ходят слухи, что современные студенты учатся на таких имитаторах тела, организма человека. Я не знаю, правда или нет. Кстати, может быть, вы развеете эти мои предположения. Вы учились как? Ну, я поступил начну с того, что в 97-м году на тот момент развитие, например, лопоскопической хирургии было настолько минимально и больше в Центральном округе России. И Алтайский, и Край Новосибирск, и вообще Сибирь, как бы не было таких классов манипуляционных на манекенах. Все познавалось, скажем так, руками. Когда вы первый раз пришли опознавать руками, да, так скажем, я знаю, что многие падают в обморок, у некоторых тошнит от вот увиденного все воочию человеческого организма, да, о вашем случае. Нет, ничего подобного не было, был только интерес. Был только интерес. Когда вы первый раз попали в морг и вам сказали резать труп человека, вот руки не тряслись? Ну, скажем так, такого не было. Начнем с этого. Были зачеты, но это же определенные, это же не значит, что если учишься в медицинском университете, то ты каждый день должен работать с трупами, да. То есть это определенные занятия, это определенные зачеты, к которым тоже готовишься. Нет, ничего подобного не было. Вы закончили все, институт, получили диплом, и ваша первая работа была какая? Первая работа? Я работал в больнице, в которой была многопрофильная, скажем так. То есть это ЦРБ и специализированных отделений в видеурологии, детства, нейрохирургии, травмы, там ничего не было. Это все на базе одного отделения. И то есть, что было первым, я сейчас уже, конечно, не скажу, но аппендицит я выполнил на втором-третьем месяце после окончания университета. А Винновскую районную клиническую больницу когда перешли? В Винновской клинической больнице я работаю с осени 2018 года. До этого в Новосибирской области с 2010 года был заведующим отделением. Конкретно вот во второй хирургии, вы как врач-хирург, какие операции вообще выполняете? Это вот по какой части организма связано с этим? Второе хирургическое отделение, оно больше специализируется, да не больше специализируется, это заболевания органов брюшной полости. То есть, это холецистоктомия, операция на кишечнике, при них проходимость, ахопендоктомия, грыжесечение, ну, вся абдоминальная и экстренная хирургия, травма органов брюшной полости, криминальная и падения различные. Александр, скажите, а сейчас как-то шагнула медицина вперед относительно прошлых лет? Может быть, какие-то появились новейшие аппараты для того, чтобы облегчить операцию и как-то уменьшить срок выздоровления пациента? Безусловно, внедренные уже, ну, как бы не первый год, новые технологии в виде лапароскопических операций и оборудования для этих операций, то есть, это различные сшивающие аппараты, разрешение камеры и так далее, и тому подобное, все это несколько упрощает в некоторых случаях оперативное вмешательство, доступ, и, соответственно, минимализм травмы дает возможность выписать пациента значительно быстрее, то есть, это 4-5 дней и все. Сегодня в Виндовской районно-клинической больнице, во 2-м пирогическом отделении, насколько передовое оборудование, персонал, насколько подготовлено, насколько хорошие палаты, на ваш взгляд, есть ли к чему стремиться? Скажем так, нет предела совершенству, в любом месте можно придумать, что сделать, что улучшить. Оборудование, оно соответствует, скажем так, современным стандартам для выполнения вмешательств согласно протоколам, клиническим рекомендациям. Кстати, про реабилитацию и саму операцию. Ведь врач – это такой большой механизм, которому помогают еще ряд других специалистов, чтобы результат был хороший и скорый. Есть, да, и операционные сестры. Вот насколько вот эти все люди способствуют вашей работе, насколько они вам помогают? Вы правильно сказали, что весь персонал, не то что отделение, вообще больницы, это не то что хирурги и сестры, это врачи других смежных специальностей, анестезиологи, аниматологи, педиатры в плане лечения детей, терапевты и так далее. Это действительно большой слаженный организм. И выпадая в одно звено, выпадает очень много чего. То есть где-то можно что-то пропустить. Каждый выполняет свою определенную функцию. И если в организме, допустим, выпадает сердечный ритм, то нарушается работа сердца. То есть и здесь по факту то же самое происходит. Каждый знает свою работу, каждый ее выполняет качественно, так, чтобы помогать друг другу. Важны ли ваши специальности, коммуникационные навыки и как вы налаживаете контакт между другими сотрудниками вашего отделения? Коммуникационные навыки в работе врача – это, наверное, не то что самое первое, но одно из важных, один из важных моментов. Не то что в общении с коллегами, с другим каким-то персоналом, но в первую очередь все-таки пациент, потому что не будет контакта с пациентом, мы можем сделать неправильные выводы о его заболевании, определить неправильную тактику лечения. Поэтому здесь очень важный момент – доверие пациенту, врачу. Было ли вам когда-нибудь страшно? Вот, когда вы видите какого-то пациента или на операции? Конечно, но это страшно, пока не сделаю разрез. А дальше уже отключаются все эмоции, просто смотришь, что видишь и делаешь то, что нужно. Что вообще чувствует врач, когда он делает операцию? Вы, может быть, сейчас уже, конечно, у вас нет никаких ощущений внутренних, но поначалу-то точно они были? Ну, естественно, это чувство волнения, но которое прекращается с момента первого разреза. То есть здесь включается уже мозг, твердая рука, и нужно четко понимать, что ты делаешь, к чему ты стремишься. Естественно, стремление и акценты на конечном результате. То есть то, чтобы у тебя не было никаких в дальнейшем осложнений, ты уверен в диагнозе. И, конечно, бывают разные ситуации, но чаще это, конечно, стремление завершить начатое именно с нужным, ожидаемым результатом. Сколько на вашем счету уже примерно операций? Мне просто сказать, сколько за год их делаю. Сколько? Операций пусть 450-400 точно. 400 операций в год? Да. Это в основном вот сейчас по вашему профилю, да, во второй хирургии какие-то легкие операции или... Различные есть операции, потому что это районная клиническая больница, и случаи бывают довольно-таки неоднозначные, сложные. И, естественно, мы дежурим по экстренной патологии, то есть это нерабочее время доставляют пациентов. Бывают и запущенные, бывают и недавно болеющие. Но приходится, наверное, разбираться, потому что это бывает и травма какая-то с повреждением органов и брюшной полости, грудной клетки. То есть наблюдать их, смотреть и принимать решения. Самое главное, это принято решение, чтобы вовремя оказывать ту помощь, которая необходима пациенту для его выздоровления. Достаточно жесткий вопрос, но бывали случаи летального исхода у вас на столе? На столе? Бывали. Наверное, без этого ни у кого нет. Но пациенты были с травмой. Не в основном, а все практически с травмой. Это тяжелая, сочетая, осторожная травма, криминальное ранение, колото-резанное сердце, куда угодно. То есть где, даже если ты делаешь, запускается определенный механизм в организме, который остановить бывает невозможно. Как к этому относиться? Как вы к этому относитесь? Как вы это есть? Естественно, об этом думаешь, переживаешь, размышляешь о том, что могло бы ли быть иначе. То есть ищешь какие-то моменты. Наверное, каждый человек так всегда себя начинает может оправдывать где-то, может быть, начинаешь где-то корить. Но потом со временем понимаешь, что тут ничего нельзя было сделать. А благодарные пациенты как-то выходят на связь после того, как вы их вылечили? Для меня понятие «благодарный пациент» – это тот пациент, который слушает твои рекомендации, выполняет все. И получается, что он тебе помогает для себя лечить. Как раз есть пациент, которого прооперировали два дня назад. И мы сами можем видеть, что он чувствует себя уже хорошо. И я думаю, что это как раз таки благодаря вот этим новым технологиям, Александр. Да, пациент у нас поступил в воскресенье утром. Был оперирован, лапароскопическое было выполнено оперативное пособие. И уже сегодня вторые сутки он у нас активно передвигается. Умеренный болевой синдром беспокоит. Скоро будет готовиться к выписке. Антон, ну поделитесь, вам нравится в принципе здесь, в нашей районной клинической больнице? Как вам палата? И довольны ли вы работой моего героя, программы «Мастер своего дела» Александра? Да, знаете, я вот попал прям так неожиданно. И я очень, очень доволен работой. И всем окружающим, как бы, палата хорошая, столовые. Вот, как бы, если кто-то вот попадет, ну, как бы... А, лучше не попадать, но если жизнь так распорядится. Да, да, лучше не попадать, но условия очень хорошие, и специалисты хорошие. Спасибо вам большое. Мы находимся в Святая Святых больнице, операционном блоке, собственно, где Александр и проводит операцию. Александр, мы сейчас готовы, да, войти в один из... Да, сейчас мы вам покажем одну из наших операционных. Немножко ознакомимся с имеющимся там оборудованием, ну и поговорим в двух словах. Ну, пойдемте. Ну, и, конечно, вот в центре стерильной комнаты стоит операционный стол. Все, кто хоть раз бывал в этом помещении или в другом блоке, у них сейчас мурашки по телу, наверное, пошли. Но, однако же, это место работы нашего героя. Операционная. Это святая святых любого хирургического стационара. Здесь у нас в больнице не только вторая хирургия, есть еще первая хирургия, вторая, третья хирургия. Вот, но здесь это плановая операционная, то есть здесь основной процент оперативных вмешательств проводится в плановом порядке и абсолютно практически все дети, поступающие для оказания хирургической помощи. Чем она оборудована и какие новейшие приспособления есть в нашей больнице окружной? Первым делом это наркозный аппарат, наркозно-дыхательный аппарат, да. То есть это оборудование, предназначенное для обеспечения искусственной вентиляции легких пациентов во время наркозного сна в виде лапароскопической расстойки CarStorz для выполнения лапароскопических операций. То есть это камера, подача воздуха, коагуляция и так далее, и тому подобное выведение на экран того, что происходит с камерой в качестве HD. То есть очень довольно-таки хорошее изображение, причем есть некоторое увеличение того, что там происходит. То есть более мелкие детали можно увидеть, которые не увидишь, допустим, в открытой хирургии. Есть, конечно, минусы лапароскопии, ну, для меня кажется, что не потрогаешь руками то, что можно быть. То есть только инструментальная пальпация, но тактильная чувствительность очень важна для проведения операции. Я вижу, операционная еще какими-то аппаратами оснащена? Ультразвуковой нож. То есть прибор, который, используя силу ультразвука, разъединяет ткани. Все-таки, на ваш взгляд, старый добрый скальпель или этот нож лучше? Смотря для чего. То есть тут тоже, опять же, нужно понимать, что ты делаешь. Если, допустим, мы идем и оперируем какую-то патологию, которая требует чисто методического выполнения, то есть здесь надо вот так, вот так, то, естественно, этот аппарат лучше. Но если мы идем по эксным показаниям что-то делать, вот эту травму, тут уже приходится смотреть, выбирать, что лучше. А этот? Это коагулятор. Очень хороший аппарат для диссекции именно лимфатической ткани по областическим принципам онкохирургии. То есть в нашей больнице этот аппарат используется, и такие операции делаются? И такие операции делаются. Что касается наркоза. Я знаю, что сейчас существует такой наркоз. Его колют, по-моему, в районе спины, и он отключает чувствительность какой-то из частей тела. Ну и есть общий наркоз, так называемый, в народе. Если нет необходимости работать на верхних отделах брюшной полости и так далее, то есть или паховое брюшесечение, операция на венах, тот же аппендицит, для чего давать общую анестезию, общий наркоз, если можно сделать тот же, получается, мини-инвазивный анестезиологическое пособие. Ну вот вы, попадая вот в это вот место, вот что вы ощущаете? Вот вам нравится все это? Нравится вам быть врачом? Здесь тихо и спокойно. Насколько вы любите свою профессию? Я, наверное, не смогу ничего другого делать. То есть сказать о любви – это ничего не сказать. Это, наверное, просто уже образ жизни. Это настолько все внутри, настолько связано, является неотъемлемой частью. Каким надо быть человеком, чтобы решиться пойти учиться и работать? Какими качествами, может быть, обладать надо? Ну, наверное, надо быть решительным. Начнем с этого, да? То есть, чтобы решиться на то, на сё. Да, тут очень важно трезвое рассуждение, восприятие ситуации и принятие решений. Вот тут, если человек мягок и не может принять быстрое решение, причем иногда бывает настолько серьезно, что тут взвешиваешь, что может быть, если не сделать, что может быть, если сделать. И бывает, что даже делаешь и понимаешь, что могут быть очень серьезные проблемы. Профессия напряженная. Мало того, что она важная, нужная, это, безусловно, но есть такой аспект напряженности. Безусловно. Как вы, может быть, отвлекаетесь? Очень люблю рыбалку. Вот, как бы, особенно, наверное, зимнюю. Когда сидишь, тоже спокойненько ждешь, когда она клюнет. Но некоторые сейчас скажут, как жизнь брать, зимняя, это же опасно, лед. Ничего опасного. Это нужно знать, где рыбачить. С умом подходить. Конечно. Опять же, правильно взвесить и принять решение, где это сделать можно, где нельзя. Конечно, лучше не болеть и не попадать на операционный стол. Но если так случилось, знайте, что в руках хирурга высшего класса, Александра Пантелеймонова. Вы в надежных руках. Я хочу вам сказать спасибо, что сегодня пригласили нас и показали, рассказали все о своей профессии. Спасибо за визит. Было очень приятно с вами поговорить. Спасибо всем, кто был с нами на телеканале Видное ТВ. Это была программа «Мастер своего дела» и я, ее ведущая, Юлия Пагасян. Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин